Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается интересный кубоид 2х3х4. Производится пока только компания MF8, аналогов от других производителей не встречал. Главная особенность главники в том, что все три измерения разные, в отличие от стандартных кубоидов, где хотя бы два значения одинаковые. Поэтому кажется, что стандартные алгоритмы здесь не работают, но это только на первый взгляд. На самом деле здесь много общего с кубоидом 2х2х3, и большая часть сборки будет проходить по тому же принципу. Здесь важно увидеть, что если повернуть вот эти крайние слои, то 2х3х4 останется как раз 2х2х3. И нашей задачей на первом этапе будет собрать эти два внутренних слоя, а собираются они даже чуть проще, чем 2х2х3. На втором этапе мы будем собирать внешние слои ребра и углы. Если говорить о строении, то кубоид имеет 8 трехцветных углов, 4 одноцветных центра, 2 зеленых и 2 синих, и 12 ребер. 4 вот этих, 4 этих, 2 здесь и 2 здесь, по 2 на клейки у каждого. Но для простоты сборки вот эти вот ребра на этапе 2х2х3 мы будем считать углами. При этом на внешние элементы внимания обращать не будем. 2х3х4 не самая простая головоломка, и я не рекомендую начинать изучение кубоидов с этой модели. Тот же 2х2х3 для старта более интересен. При перемешивании 2х3х4 теряет форму пролепипеда. Если мы сделаем движение здесь на 90 градусов, то можем продолжить вращение по вертикали. Поэтому прежде чем менять форму, я рекомендую перемешать крайние слои. Для этого делаем пока движение только на 180 градусов. Так хорошо видны два центральных элемента. Для того, чтобы изменить форму, удобно держать кубоид в таком положении, чтобы вертикально было три слоя. Либо так, либо так. Вращаем. Здесь поворачивается, и дальше можно вращать. Но перед этим желательно убедиться, что крайние слои хорошо перемешаны. Делаем еще несколько вращений. Здесь элементов немного, поэтому перемешивать долго смысла нет. Вроде как вот этот и вот этот слои перемешались, поэтому можно с изменением формы продолжить вращение. В итоге у нас в руках остается кубоид 2х2х3, некоторые углы которого стали чуть больше, с дополнительными элементами. Форма кубоида меняется не сильно, становится примерно вот такой. Отдельно вот эти элементы вращаться не будут, но если постараться совместить внешний слой так, чтобы получился прямоугольник, это вращение совершается. Подобный прием нам потребуется для сборки внешних слоев. С этой же стороны крайние элементы повернуть не получится, можно вращать сразу два слоя. В таком положении кубоид немного вращается, но дальше движение блокируется. Предполагая, что это видео смотрят уже более-менее опытные любители головоломок, я буду использовать язык вращений, который в основном покажу на 2х2х3. Движение правой грани на 180 градусов будем обозначать R2. Неважно в какую сторону выполнять вращение, результат будет одинаков. Мы не можем повернуть грань на 90 градусов по вертикали. После этого движения в другой плоскости будут блокироваться. Поэтому движения по вертикали только двойные на 180 градусов. Правая грань R2, левая грань L2, передняя грань F2, задняя грань B2. В основном мы будем использовать правую. По горизонтали кубоид можно вращать на 90 и на 180 градусов. Движение по часовой стрелке верхней грани называется U. Против часовой стрелки U' двойное движение, неважно в какую сторону, U2. Движение нижней грани по часовой стрелке D против D' двойное D2. Для среднего слоя нам потребуется только двойное движение, обозначается E2. Если движения двойные, то направление движения неважно. Для сборки внешних слоев нам потребуется еще пара обозначений. Это Uv2, поворачиваем два верхних слоя на 180 градусов, неважно в какую сторону, и вращение одного внутреннего слоя U2. Можно делать вот так, но это не всегда удобно. Гораздо проще сделать Uv2 и потом U2. Вращение одного внутреннего слоя обозначается маленькой латинской буквы U2. Приступим к сборке. Первый этап самый простой. Нужно собрать центры. А центры это два элемента. С одной стороны два зеленых и с другой два синих. Здесь в ряд четыре синих, но все они нам не нужны. Это можно даже убрать, чтобы не мешалось. Вот два синих. И здесь, в отличие от кубой до 2х2х3, сборка даже проще, так как боковые цвета пока нам не важны. Какие возможны ситуации? Ну, либо сразу все собрано, как сейчас, либо один синий, другой зеленый, и нам потребуется сделать один ход, так как с другой стороны ситуация такая же, синий и зеленый. Делаем один ход, и все получается. Может случится такое, что мы сделаем этот один ход, а ситуация не поменяется. К примеру, сейчас зеленый, синий. Вращаем, а тут снова синий. В таком случае достаточно развернуть либо переднюю грань, либо заднюю. Тогда все получится. Движения интуитивные. Главное понять, что если мы делаем это движение, то элемент сзади переходит сюда. Если там нужный элемент, то все хорошо. Если здесь будет зеленый, а здесь стоит синий, то нужно что-то здесь поменять. Вариантов немного. Меняем вот так. И средний слой готов. Ну, не средний слой, а два центра с одной стороны и два центра с другой стороны. Далее ориентируем элементы крайних слоев. Это этап 2 на 2 на 3, и сейчас здесь потребуется знание из кубоида 2 на 2 на 3. Причем ориентировать вот эти элементы на 2 на 3 на 4 даже проще. К примеру, в 2 на 2 на 3. Для того, чтобы решить вот такую ситуацию, то есть здесь два белых угла, нужно два белых сюда еще поставить и средний слой при этом не разрушить. Мы ставим два справа, два справа, учитывая, что у нас два блока. Поднимаем, разворачиваем и возвращаем первое движение. Четыре белых тут, четыре желтых тут. В 2 на 3 на 4 мы можем сделать точно так же. Вместо белого и желтого здесь красный и оранжевый цвета. Допустим, вот здесь вот красная полоска, и здесь красная полоска. Мы поднимаем, разворачиваем и возвращаем первое движение, чтобы сохранить средний слой. Первое прощение. Нам не нужно проверять, принадлежат ли вот эти элементы этой грани, как на 2 на 2 на 3, потому что это мы все равно не проверим. Сравнивать мы можем только с центрами, они, что для этой грани, что для той, выглядят одинаково. И также, если мы перехватим этот кубовид, то можно не следить за положением среднего слоя. Я сейчас верну обратно три движения, чтобы поменять. Если мы перехватим головоломку вот так, расположим в нужное положение, здесь красный справа, и здесь красный справа, то можем сделать то же самое. R2, U2, R2. А можем изначально поставить красный блок слева, а здесь справа, сделать только одно движение. R2. Центры симметричные, их ориентация сейчас все равно незаметна, а значит и не важна. Поэтому на 2 на 3 на 4 процесс ориентации вот этих элементов гораздо проще. Мы сейчас рассматриваем только вот эти четыре элемента и вот эти четыре снизу, как на кубовиде 2 на 2 на 3. Аналогично решаются и остальные ситуации. На 2 на 2 на 3 ситуация 3, 1 решается из такого положения. Справа блок, одиночный элемент слева спереди, здесь одиночный справа сзади. Мы сейчас собираем здесь желтую грань. Поднимаем, блок образуется, отводим в сторону, делаем движение еще раз. Такая же ситуация на 2 на 3 на 4. Вот три красных элемента, на крайние пока внимания не обращаем. И один красный на нижней грани. Ставим его справа сзади. Здесь из какого положения совершать алгоритм не важно, так как движение все равно не разворачивает средний слой. Поднимаем, собрался блок, отводим в сторону, возвращаем. Четыре красных, четыре оранжевых. Если ситуация обратная, здесь вместо трех красных три оранжевых, то мы можем просто вместо красной грани собрать оранжевую. Делать это точно так же. Располагаем оранжевый одиночный справа сзади, здесь блок справа, одиночный слева спереди. Поднимаем, отводим блок в сторону, возвращаем. Для ситуации, когда с одной стороны диагональ, два одиночных желтых, а с другой блок, можно поступать по-разному. В одно движение можно поднять блок наверх и получить ситуацию 3.1 и ее решить. Так как средний слой на 2, на 3, на 4 нам не важен, это сделать будет, наверное, проще. Посмотрим на примере красных элементов. Здесь диагональ, а здесь блок. В одно движение делаем ситуацию 3.1, ставим в нужное положение. Из него решаем. Поднимаем, отводим в сторону. Собираем грань. Нам нужно 4, эти еще 4 не обязательные. Собрались красные, ну и тут собрались оранжевые. Ну и в случае, когда две диагонали, можно решать любым способом. То есть объединить сначала один блок, отвести в сторону. Ну в данном случае второй получился. Потом уже собрать грань. Также здесь диагональ оранжевая, диагональ красная. Собираем тот цвет, который удобнее. Но здесь без разницы. Вот этот элемент можно объединить вот с этим. Тогда у нас уже есть блок и такой, и такой. Если с другой стороны такие же блоки образовались, то решение становится очевидным. Соберем, к примеру, оранжевую сторону. И вот, если мы держим кубоид таким образом, то за средним слоем следить не надо. Если держим вот так, то мы используем алгоритмы из 2 на 2 на 3 и стараемся сохранить целостность. То, что если сделать просто так, например, такая ситуация, то разрушаются центры. Поэтому удобнее из такого положения расставлять элементы по своим граням. Мы видим, что средняя часть как-то собралась. Если поворачивать, то можно даже больше одинаковых цветов здесь увидеть. Но, как можно заметить, какие-то элементы выпирают. Цвета совпадают не все. Вот здесь зеленое совпадает. Здесь нет. А значит, необходима еще их перестановка. Для этого нам потребуется кубоидный ТПРМ, который я также покажу на 2 на 2 на 3. После того, как мы расставили желтые и белые углы по своим граням, их нужно еще расставить правильно относительно друг друга. Мы видим, что вот эти два угла по цветам совпадают. А вот эти два нет. Эти два тоже. И эти два тоже. Мы должны найти два угла, которые располагаются правильно, то есть совпадают по цветам. И расположить эти два угла слева. Далее мы можем применить алгоритм, который поменяет вот эти два уголка местами. Тогда вся грань соберется. При помощи этого алгоритма мы переставим все углы на каждой грани. Но, возможно, его потребуется применить не один раз. Движение следующее. Мы поворачиваем правую грань на 180 градусов, верхнюю по часовой стрелке. Правую опять на 180, верхнюю против часовой стрелки. Правую опять на 180. Отводим вот этот белый уголок назад, в ту же сторону нижнюю грань. Правую грань на 180, вверх против часовой. Правую грань на 180, вверх по часовой. Правую грань на 180. Вверх собрался, низ может потребоваться довернуть. Внизу экрана написан алгоритм на языке вращений. Можете запоминать визуально, либо по формуле. В случае, если на грани не оказалось двух улов, которые по цветам совпадают. Грустить не стоит, нужно просто из любого положения выполнить тот же самый алгоритм. Правая грань, вверх по часовой. Правая грань, вверх против часовой. Правая грань, вверх против часовой. Низ в ту же сторону. Правая грань, вверх против часовой. Правая грань, вверх по часовой. Правая грань, вверх. По идее, закончил свое вращение, вниз, доворачиваем. Мы видим, что появились два угла, которые располагаются правильно и совпадают по цветам. Можем поставить их на свое место, после чего расположить их слева и выполнить алгоритм еще раз. Правая грань, вверх по часовой, правая, вверх против часовой, правая грань. Вверх против, низ в ту же сторону, правая грань, вверх против часовой, правая грань, вверх по часовой, правая грань, вверх собрался, низ, доворачиваем. Как только мы собрали элементы на одной грани, переходим ко второй и делаем все то же самое. А теперь то же самое нужно сделать на 2, на 3, на 4. Главное здесь понять, какие элементы нужно переставить. Максимум потребуется применять алгоритм 4 раза, но чаще всего меньше. Это в том случае, если мы будем использовать один алгоритм. Как я и говорил, здесь работают все алгоритмы из 2 на 2 на 3, причем и продвинутые. Если будем держать опять кубоид в таком положении, то эти продвинутые алгоритмы не будут нам нарушать средний слой. А значит собирать можно гораздо быстрее. Если эти алгоритмы вам интересны, то в описании будет ссылка на мое обучающее видео по 2 на 2 на 3. Там можно найти много информации, как собрать 2 на 2 на 3 гораздо быстрее. Здесь же ограничимся только Т-пермом. Смотрим. Если два угла синими цветами совпадают, значит они образуют блок. Ну или глаза. А значит они стоят правильно относительно друг друга и их переставлять не надо. Эти же элементы придется переставить. Неважно в каком положении держать 2 на 3 на 4, Т-перм центр не разворачивает. Для удобства я буду делать из такого положения. Р2У, 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 Р2У. Проверяем. Все 4 элемента стоят правильно. Переходим к другой грани. Здесь вроде бы форма совпадает. Проверяем противоположные цвета. Если здесь зеленый, то с другой грани должен быть синий. А здесь опять зеленый. Значит вот эти два элемента стоят неправильно. Вот эти два по цветам не совпадают, а должны совпадать. Цвета на одной грани должны быть одинаковые. Цвета на противоположных должны быть противоположными. Получается, что вот эти два стоят неправильно. Вот эти два неправильно. Проверяем эти. Синий, синий. Должны быть синий-зеленый. То есть получается, что здесь требуется диагональная перестановка. Придется делать T-perm два раза. Ну, либо применять специальный алгоритм. Я сделаю два раза T-perm. R2, U. R2, U. R2, U. D. R2, U. R2, U. R2. Низ можно довернуть. Получаем блок. Располагаем его на своей грани. И вот эти два элемента тоже T-perm переставляем. R2, U. R2, U. R2, U. D. R2, U. R2, U. R2, U. Доворачиваем нижний слой. Ну, верхний проверяем. Собран. Этап 2х2х3 завершен. То есть вот эти два слоя полностью готовы. На всякий случай я покажу один алгоритм из продвинутого метода, который решает диагональную перестановку на двух гранях. То есть T-perm здесь пришлось бы делать четыре раза. Но алгоритм настолько простой, и для кубоида 2х3х4 так хорошо подходит, что я решил все-таки его здесь показать. Мы видим здесь несовпадение. Противоположные цвета одинаковые. Значит, требуется диагональная перестановка. На противоположной грани то же самое. Четыре раза T-perm делать не хочется. Надо взять кубой в такое положение. 2, 3. И сделать следующее движение. R2, U, D' R2, U', D, R2. Так мало движений. Но зато у нас и тут собрано. И тут собрано. Остается только довернуть. Этап 2х2х3 снова готов. Переходим к сборке внешних слоев. Сборку внешних слоев начинаем с углов. Часто бывает, что их можно собрать интуитивно. Например, как сейчас мы видим вот такую вот желтую пару. Здесь цвета совпадают. А значит, что углы стоят правильно относительно друг друга. Осталось только определить, где их грань. Мы видим, что зеленый совпадает, а красный с оранжевым нет. А значит, грань здесь не желтая. Проверим по белым углам. Они совпадают двумя цветами. Если уголок с белым цветом совпадает двумя остальными цветами с внутренними слоями, то значит, с этой стороны будет белая грань. Если совпадает только один цвет, а второй нет, то значит, грань этого уголка будет не здесь. У белого совпадает два цвета, у желтого совпадает только один. Для того, чтобы интуитивно переставлять готовые пары уголков, требуются вот такие нехитрые движения. Сюда можно поставить углы. Они находятся здесь. То есть мы это место опускаем. Сюда подгоняем пару углов. И возвращаем. Средние слои целы. Углы стоят на своих местах. Кубоид в этом случае мы делаем в положении 3-4. Тройная сторона горизонтальна. Сторона из четырех слоев вертикальна. Видим, что четыре белых угла на своих местах. Здесь, если развернем, то и четыре желтых тоже так будут. Особенностью кубоида является то, что если на одной грани углы собрались, то и на другой тоже они будут собраны. Но не всегда, когда все четыре желтых угла на одной грани, они стоят на своих местах. Они могут быть переставлены. И определить это нужно по боковым наклейкам. Более того, углы могут стоять вообще в разнобой. Сейчас мы эту ситуацию рассмотрим. К примеру, вот такой случай. Видим, что эти углы по цветам не совпадают. Вот эти углы по цветам тоже не совпадают. А вот эти совпадают. Но у них наклейки разные. Белые и желтые. Совпадать должны либо желтые углы, либо белые. Здесь нужных совпадений нет. С другой стороны сразу видим белую компанию, которая к тому же на своем месте располагается. Здесь обе наклейки совпадают. И видим еще один одиночный. Здесь не хватает только одного белого уголка. Если поставить сюда белый, то все четыре угла будут собраны. Ну а значит и желтые тоже. Получается, что нам нужно вот этот желтый уголок поменять на другой, на белый. Для этого существует трицикл, который переставляет три угла, которые мы используем в классических кубоидах. Для примера покажу его на обычном 3х3. Движение следующее. R2, U', L2, U', R2, U', L2, U'. Что произошло? Отсюда угол перешел сюда, отсюда, сюда, отсюда, сюда. 2х3х4 мы будем держать вот в таком положении. И используя тот же самый алгоритм и обратно ему, мы переместим вот этот угол отсюда сюда, этот угол отсюда сюда, а этот угол вернется в самое начало, вот сюда. Что нам и нужно. Получается, правый нижний угол с передней грани переходит вот сюда. Тот, который стоял здесь, уходит по диагонали на той же грани, а отсюда угол возвращается в первую точку. Но для того, чтобы это произошло, нам потребуется чуть больше движений. Но начинаем мы именно с этого трицикла. Делаем R2, U', L2, U'. Форма меняется, ничего страшного. R2, U', L2, U'. У нас как-то углы переместились. И угол, который стоял у нас спереди, снизу, пошел вот сюда. Но нам нужно вот этот уголок забрать на переднюю грань. Для этого заднюю грань, которая сейчас в форме прямоугольника и вращается, повернем на 180 градусов и открутим алгоритм в обратную сторону. И этот элемент вернется на переднюю грань, где его и место. Делаем тот же самый трицикл в обратную сторону. Получается, мы сначала делаем трицикл, потом движение B2 задней грани, и трицикл в обратную сторону. U', L2, U', R2, U', L2, U', R2. Мы видим, что белый уголок встал куда нужно. Ну и желтый тоже все собраны. Применять этот алгоритм можно несколько раз. И в некоторых случаях придется делать зеркальный. Рассмотрим вот такую ситуацию. Здесь ничего не совпадает. Все в разнобой, все плохо. И с желтой стороны тоже. Главное определить, где у нас желтая грань, а где белая. Здесь зеленый совпадает, а оранжевый с красным нет. То есть эта грань точно не желтая. Значит нам нужно побольше белых элементов отправить вот сюда. Можно сделать R2, U2, R2. И два белых уголка переместятся на эту грань. Проверим их. Тут все совпадает. Подобным же способом можно переместить и оставшиеся два угла в надежде, что что-то совпадет у углов между собой. Попробуем. Опустим. Поставим сюда углы. Вернем. Но к сожалению, как и на той грани, здесь тоже ничего не совпадает. А значит мы получили некрасивую ситуацию, которую с первого взгляда непонятно как решать. Поэтому важно понимать, как работает рецикл. Недостаточно знания, что отсюда элемент переместится сюда. Помимо вот этой перестановки, у нас перемещаются еще вот эти два угла. Этот идет сюда, а этот на ту грань. А значит, если у нас вот этот угол переместится сюда, а он зелено-оранжевый, то вот эта зеленая сторона будет теперь совпадать с этим углом. И будет гораздо лучше, чем было до этого. Стоит с этого начать. Получить первую перестановку. Ситуация, когда три угла и один желтый, она проще для понимания. Но если у вас все белые углы на одной грани, и они вообще никак не совпадают, просто делаем один раз три цикла, и что-то поменяется. Выполняем R2, U' L2, U. R2, U' L2, U. Делаем B2. И три цикла в обратную сторону. Уштрих, L2, U, R2. Уштрих, L2, U, R2. Смотрим, что получилось. Мы видим, что здесь уже углы совпадают по цветам. Да и эти тоже. Изначальное положение было вот такое. То есть у нас отсюда желтый угол перешел сюда, белый отсюда переместился сюда, а белый, который здесь, отправился вот сюда. И в итоге у нас уже все красиво. Два угла совпадают, и третий к ним. Остается только убрать вот этот. И хочется, конечно, сделать перестановку отсюда сюда, и все бы получилось. Но надо помнить, что вот этот угол тоже переместится. Если осталось здесь добавить только один угол, то нужно кубой это развернуть. И делать алгоритм с этой стороны. Потому что на передней грани перемещается один угол, а на задней грани два. Угол, который мы перемещаем, нужно разместить снизу. Если он оказался справа, то делаем алгоритм правый. Дальше, вот сюда нужно поместить место этого угла. То есть зелено-красный должно быть зелено-красное место. Ориентироваться нужно не на ребра, а на углы. Вот здесь зеленый, здесь красный. То есть сюда встанет зелено-красный угол. Если бы было вот так, то сюда потребовалось бы оранжево-синий. Синий-оранжевый. Также можно понимать, что элемент, который вот тут, перейдет на переднюю грань. Если здесь не хватает белого уголка, то его сюда нужно и расположить. Выполняем тот же самый алгоритм. Р2, У-штрих, Л2, У, Р2, У-штрих, Л2, У, Р2. Р2, У-штрих, Л2, У, Р2. Четыре белых угла по цветам совпадают. И четыре желтых тоже. Бывают ситуации, когда треугла стоят хорошо. Тут цвета совпадает, тут совпадают. А четвертый, который нужно переставить, он не справа, а слева. В этом случае мы просто делаем зеркальный алгоритм. Те же самые движения, но начинаем с левой стороны. Этот уголок зелено-оранжевый, значит вот сюда, слева теперь, нужно поставить зелено-оранжевое место. Тут синий и красный, место не то. Оранжевый, зеленый, нужное место. Ну или проверяем, что белый уголок стоит по диагонали. То есть если мы делаем левый трицикл, то угол отсюда переходит сюда, отсюда сюда, а вот этот возвращается на переднюю грань. Алгоритм следующий. L2, U, R2, U, L2, U, R2, U. Также B2, после чего делаем трицикл в обратную сторону. U, R2, U, U, R2, U, L2. Проверяем. Здесь углы собраны. Здесь осталось развернуть. Тоже собраны. Все ситуации с углами решаются либо интуитивно, либо при помощи вот этих двух-трициклов. При сборке углов на ребра лучше внимания не обращать, так как ребра переставляется легко, а если пытаться сохранить красивое положение ребер, ситуацию с углами можно очень сильно усложнить. Переходим к сборке ребер. Чтобы собрать ребра, нам в основном потребуются знакомые алгоритмы. Опять же, из кубоиды 2х2х3. Для решения вот такой ситуации на среднем слое мы использовали алгоритм R2, U2, трижды. R2, U2, R2, U2. R2, U2, трижды разворачивает половину среднего слоя. Следует понимать, что при развороте у нас происходит именно перестановка элементов среднего слоя. А при помощи этой перестановки можно ребра собирать. Здесь всего 4 элемента. Два вот этих и два вот этих. Мы видим, что белая и зеленая стоят на месте, так как углы уже собраны. Зелено-желтые не на месте. Здесь белая и синяя не там. И синяя-желтые на месте. Понятно, что нужно вот эти два ребра поменять местами. Если мы их расположим на одной грани, тут и тут, то используя R2, U2, мы можем развернуть в таком положении вот этот средний слой. Для центров ничего не изменится, а эти два элемента поменяются местами. Получается, чтобы менять местами элементы по длинной стороне, а длинная сторона у нас из четырех слоев. Мы берем кубоид в положение горизонтально 2, вертикально 3 слоя и делаем R2, U2 трижды. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Видим, что белый-синий встал на свое место. Смотрим, что сзади. Здесь тоже все встало. Отменяем дополнительное движение и кубоид собран. Если выполнить алгоритм на собранном кубоиде, мы получим следующую ситуацию. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Тут элемент и тут элемент. Чтобы их поменять местами, делаем R2, U2 трижды. Если нужно поменять местами по диагонали, то просто делаем вот такой setup move и после выполнения алгоритма его отменяем. В данном случае делаем R2, U2, R2, U2, R2, U2. Положение 2, 3. Если положение более печальное и ни одно ребро не стоит на своем месте, то мы используем тот же самый алгоритм, но просто несколько раз. Главная цель – расположить ребра на своих гранях. Здесь вот ребро желтое, значит рядом с ним нужно поставить тоже желтое. Развернуть на месте будет потом несложно. Чтобы это желтое сюда поставить, его нужно найти на противоположной грани. Вот она здесь есть. Если бы она была с другой стороны, мы бы просто развернули эту грань. Значит ставим желтое ребро напротив его места и делаем тот же самый алгоритм. R2, U2 трижды из того же положения. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Если бы здесь было два желтых ребра, мы бы сделали этот алгоритм дважды. Сначала для этого, потом для этого. Перевернув кубойт вот так. Смотрим, что получилось. Ребра на своих гранях, но по цветам не совпадают. А значит нужно развернуть средний слой. Для этого мы будем использовать тот же самый алгоритм, но кубойт будем держать вот так. 4, 3. То есть вертикально у нас три слоя, по горизонтали 4. Делаем R2, U2, R2, U2, R2, U2. Можем заметить, что появился побочный эффект и развернулись вот эти элементы. Но это ничего страшного. Будем решать в конце, если останется. Смотрим на желтую грань. Здесь тоже нужно развернуть. Располагаем элементы справа. Делаем тот же алгоритм. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Все получилось. И здесь все собралось. Но не всегда все бывает так красиво. Например, если у нас в конце осталось два несобранных ребра, то есть с белой стороны все хорошо, с желтой нужно ребра развернуть. Мы применяем тот же алгоритм из вот такого положения. R2, U2, R2, U2, R2, U2. И получаем, что здесь ребра собрались, а здесь средний слой разобрался. Можно подумать, что можно взять кубоид вот так и сделать еще раз тот же алгоритм. Но тогда мы развернем вот эти два ребра и будем так ходить по кругу. Для того, чтобы решить вот эту ситуацию, нам потребуется еще один алгоритм. В приоритете у нас всегда решение этих четырех ребер. Бело-зеленое, белое-синее. И желтое с теми же цветами. Если их решение привело к такой ситуации, то в конце ее решаем из вот такого положения. Ставим неправильную сторону перед собой. Положение 2, 4. И делаем следующее движение. УВ2, два слоя. Потом Р2, F2. Дальше вращаем один внутренний слой. Движение У малое. Либо делаем УВ2, У2. После чего Ф2, Р2, УВ2. И ситуация решена. Если выполнить на собранном кубоиде, получим следующее. УВ2. Потом Р2, F2. Внутренний слой У малое дважды. Возвращаемся. Ф2, Р2, УВ2. Получаем три движения в одну сторону. Вращаем внутренний слой. И три движения в обратную сторону. До конца соберем. УВ2. Р2. Ф2. У малое дважды. Ф2. Р2. УВ2. Кубоид собран. На фиг случае покажу еще пару интересных ситуаций. Нужно переставить два вот этих ребра. И два вот этих. То есть вы как-то переставляли ребра. Вот эти четыре. Пришли к такому случаю. Понятно, что для перестановки вот этих ребер нужно сделать Р2, УВ2 трижды. А за этим можно и не переживать. Они сами собой тоже развернутся. То есть алгоритм не новый, а тот же самый. Вращает вот эти два элемента. И разворачивает вот эти четыре. Р2, У2, Р2, У2, Р2, У2. Если вдруг вы где-то ошиблись, и случилось так, что вам нужно переставить два центра, которые друг напротив друга, то это тоже решается нехитрым алгоритмом. При нормальной сборке такая ситуация не возникнет. Только если вы где-то ошиблись. Либо вам для чего-то такая ситуация нужна. Как решить? Зеленый здесь, синий здесь. Нужно поменять местами. На самом деле будут участвовать три элемента. Но два из них одинакового цвета, поэтому перемещение будет не так заметно. Движения следующие. Р2, Ф2, Р2. Вращаем внутренний средний слой. У малая дважды. И еще раз. Р2, Ф2, Р2. И внутренний слой. У малая дважды. Все переставилось. Если вам нужно смоделировать такую ситуацию, чтобы два центра напротив переставились, то лучше сделать обратный алгоритм. Так как если мы сделаем прямой, то получим следующее. Р2, Ф2, Р2. Средний слой. Р2, Ф2. Р2. Средний слой. У нас вот этот элемент стал зеленым, а вот этот синим. Кстати, для решения такой ситуации можно сделать setup move. Да, и переставить два элемента напротив. Либо из этого положения начать с движения среднего слоя. У малой дважды. И потом сделать R2, F2, R2. Опять средний слой. Это будет реверс основного алгоритма. На других ситуациях на кубоиде быть не должно, но на всякий случай я покажу пример сборки. Вот так у нас выглядит кубоид. Первым делом пытаемся собрать центры. Синий и зеленый. Вращаем. Снова зеленый. Не подойдет. Я разверну переднюю грань. Вращаю еще раз. Два зеленых. Хорошо. Но сзади будет два синих. После этого собираю оранжевую и красную грани. Сразу возьму кубоид вот так. Чтобы не следить за средним слоем, который уже собрал. Здесь ситуация 3 снизу, значит должен быть один оранжевый. Значит легко решим. Так. Так. И вот так. Четыре оранжевых. Четыре красных. Теперь нужно посмотреть, как переставить эти элементы. Видим здесь синий-синий. Стоять неправильно. Требует перестановки. Здесь два зеленых. Переставлять не нужно. С другой стороны. Ситуация аналогичная. Здесь конечно можно применить продвинутый алгоритм. Но я сделаю два раза теперь. Блок слева. Переставляем два вот этих. Р2У. 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 Д. Р2У. 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 Тут собралось. Довернем. Перехватываем. Блок. Располагаем слева. Переставляем вот эти два. Т1У. Р2У. 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 Д. Р2У. 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 Доворачиваем нижний слой. У. Верхний. Собран. Дальше. Собираем внешние слои. Начинаем с углов. Вот видим, что белый здесь отлично стоит. Это желтый. Белый стоит плохо. Ну и все. То есть все, что мы смогли понять, это то, что здесь белая грань. Пар никаких нет. Значит придется три цикла делать не единожды. Ну давайте для начала что-то переставим. К примеру, вот к этому уголку. А вот здесь поставим другой бело-оранжевый. Он, кстати, находится вот здесь. А значит можно на его место поставить бело-синий угол. А это переместится сюда. Бело-синий будем искать на противоположной грани. Вот он. Подворачиваем его к низу. Отсюда будем переставлять, наверное, сюда. Тогда здесь вот эти синие цвета совпадут. Вот этот элемент перейдет на это место. Используем правый три цикла. Смотрим, что получилось. Здесь уже неплохо. Два угла стоят на своих местах. Здесь получается три угла на своих местах. Но остается нам одно применение. Нужно вот этот уголок отправить на желтую грань. Если у нас здесь три собранных, то это значит нужно их держать спереди. Так как вот этот нужно переставить туда, а на передней грани меняется только один элемент. Здесь же два. Какой это угол? Он зелено-оранжевый. Угол располагается слева. А значит смотрим вот сюда. Зеленый и оранжевый. Место как раз то, которое нужно. Ну и по диагонали белый уголок, который вернется на переднюю грань. Делаем алгоритм левый. L2, U, R2, U'. L2, U, R2, U'. B2, U, R2, U'. U, R2, U', 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 R2, U'. Проверяем углы на месте. А здесь вообще грань собралась. Хорошо. Ну получаем не самую приятную ситуацию, но зато все алгоритмы попробуем. Переставляем два вот этих ребра, разворачивая средний слой из такого положения. R2, U2, R2, U2, R2, U2. И остается развернуть вот эти четыре элемента. Берем в такое положение кубует. Делаем U, V2, R2, F2. Средний слой. U, A5, F2, R2, U, V2. Кубует собран. Если понять принцип сборки, то головолок уже совсем не сложная и собирается вполне быстро. Главное уметь собирать кубует 2х2х3, из которого также можно использовать все продвинутые алгоритмы. 3-цикл для перестановки углов используется в классических кубоидах, типа 3х3х5 и выше. Единственный новый алгоритм – это для разворота четырех элементов в конце. Это компактный кубоид, который удобно брать с собой. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.